В заключение хотел бы вас о следующем спросить. Сегодня Трамп заявил о следующем. Он у себя в соцсети написал, что поставка вооружения Украине может спровоцировать ядерный конфликт. Скоро в Штатах выборы. У Байдена с поддержкой сейчас не все очень хорошо. Как вы думаете, насколько все плохо в будущем для нашей страны? Я думаю, что мы должны вернуться ровно к тому, с чего мы начали. А что желание завершить эту войну, победу Украины принято. Оно принято в том числе благодаря абсолютной недоговороноспособности и абсолютной альтернативной реальности, в которой живет Путин. Мы увидим больше танков, мы увидим больше артиллерийских систем и ракетных систем, которые бьют на 300 километров. Мы увидим артиллерию. Как быстро, это другой вопрос, но мы все это увидим. Если это не будет поставляться по сейчас, как это поставляется, по Presidential Drawdown Authority, то это будет поставляться по каким-то другим каналам, в том числе и по Рен-Лизу. Что касается Трампа, то можно сказать только одно. Его поведение меня крайне разочаровывает. В 2016-2018 году Трамп казался человеком, который гораздо жестче Обамы. Я могу вам привести один пример, когда, кажется, в 2016 году под Дейразором было уничтожено 200 вагнеровцев, которые двинулись на курдские позиции, которые там стояли совместно с американцами. Это произошло непосредственно по той самой причине, что Трампом были изменены rules of engagement американских войск, правила, по которым они вступают в бой. При Обаме американские войска могли вступить в бой, если по ним начали стрелять, и то не всегда. А при Трампе rules of engagement были изменены очень простым образом. Если вы считаете, что вам угрожает опасность, стреляйте на здоровье. А как вы будете это определять? Это ваше дело, как вы это будете определять. То есть я сильно подозреваю, что если бы такая же штука случилась, как Дейразор при Обаме, то выразили бы негодование, созвали бы совещание, всемирно осудили и так далее. Это я к тому, что, естественно, было бы ожидать, что Трамп будет от Байдена еще справа, что он будет еще более решительный, что он будет как Рональд Трэгген по сравнению с Джимми Картером. Да, да, да. А вместо этого мы видим, что Трамп выбрал совершенно другую позицию. Трамп там рассказывает по опасности ядерного конфликта о том, что, ну, не Трамп, а люди вокруг Трампа, люди, которые непосредственно к нему примыкаются, люди его партии рассказывают, что, значит, вот Украина коррумпированная страна, надо все проверить, что у них там еще в запасе. А, самое главное, наши денежки отправляются в Украину, а надо, чтобы они расходовались туда-то и туда-то. Хотя, то есть, для меня это неожиданно и крайне неприятно. Кроме того, для меня очень страна позиции некоторых российских трампистов, русскоязычных трампистов, я бы сказала так, которых, вместо того, чтобы помочь своей республиканской партии найти вот этот вот правильный подход к действительности и вернуться к позиции Рональда Рыгана, они бегают по поляне и кричат нечто непонятное. Мне вот просто интересно, это вот предвыборная риторика, это политические лозунги, или это действительно, ну, это просто страшная вещь, на самом деле, понимаете? Если, не дай бог, Трамп станет президентом. Ну, слушайте, во-первых, давайте так далеко не заглядывать. Я просто предлагаю, потому что решать сложности по мере их поступления, потому что, во-первых, мне сильно сомнительно, что Трампу второй раз удастся туда вскарабкаться, хотя пока у него действительно, насколько я понимаю, хорошие опросы общественного мнения, и он даже опережает Десантиса, что для меня удивительно, потому что я бы голосовала, будь я американской гражданкой, конечно, за Десантиса. А там есть вот разные, вот я вам скажу, запросы, которые демонстрируют одно, там, рост Десантиса, значит, рост Трампа, то есть вот я с этим тоже пока не могу разобраться. Ну, просто мне кажется, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться именно на вопросах ближайшего наступления, и надо не забывать, что еще очень много решается... Вот, вы знаете, вот я поняла, почему мне не нравится этот разговор, потому что 90% того, что решается на войне, решается на поле боя. И к тому моменту, когда начнутся выборы в США, ситуация на поле боя может быть совершенно другая. И она прежде всего зависит от двух вещей. Первое, от удачности украинского наступления, а вот тут я не сомневаюсь, что оно будет удачным, вопрос, как далеко дойдут. И второе, есть же российское наступление, и Россия тоже пытается наступать вот прямо в данную секунду. И я уже говорила, опять же, я такая умная со ссылкой на Романа Светана, что там не бьется арифметика. А арифметика не бьется вот каким способом, потому что если Украину, мы видим, все время дают новое и новое оружие, то единственное, что есть у Путина, это новое и новое пушечное мясо. Чтобы этим пушечным мясом удачно наступать, даже если мы дискотируем все истории про оружие и не будем сравнивать мотивацию, то вот те 200 тысяч, которые Путин сконцентрировал в феврале прошлого года против 60 тысяч украинских войск, это было приблизительно в три раза больше наступающих, как и положено по военной науке. А сейчас, чтобы наступать пушечным мясом на Хаймерсы, не будем сейчас вот о технических подробностях, хорошо, да, приравняем пушечное мясо к Хаймерсу, нужно, соответственно, не меньше полутора миллионов. Эти полутора миллионов Путину взять ниоткуда, не потому что он побоится принести полтора миллиона россиян в жертву, а потому что он не может подготовить за раз больше, чем 200 тысяч. Вот у него эта волна мобилизации 200 тысяч, и эта мясорубка будет есть людей порциями. А порциями наступления такого рода не получается. Соответственно, еще раз, это не мои выводки, это арифметические выводки Романа Светлова. Арифметика в данном случае не в пользу Путина. Она в пользу того, что мы в ближайшее, собственно, время увидим, а насколько он эффективно будет способен наступать своим пушечным мясом, не Вагнером, которых около 40 тысяч они потратили, и потратили достаточно эффективно, чтобы сорвать предполагаемое украинское наступление на Запорожском фронте в неудобное время и гораздо меньшими силами. Но, тем не менее, я думаю, что это наступление планировалось, и, скорее всего, действительно, вот все ресурсы пришлось бросить под Бахмут. И там вот все это взаимно перемололось. То есть вот если 40 тысяч зэков пришлось потратить только на то, чтобы сковать украинское наступление в неудобное время с гораздо меньшей техникой, то сколько придется потратить на то, чтобы сковать настоящее наступление с настоящими леопардами? Редактор субтитров А.Семкин